Стоит ли опасаться глобального потепления? Ученые и лидеры организации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, а также представители компании нефтегазовой отрасли обсуждают климатические изменения и экологическое развитие полярного региона России. Доступное жилье. Финансирование программы однопроцентной ипотеки в следующем году увеличит более чем в два раза. Семье Чупровых из деревни Чижа выручили медаль Ордена родительская слава за укрепление института семьи и воспитание пятерых детей. Вручение государственной награды прошло в день празднования народного единства. Время новостей на телеканале Север в студии Ирина Никишина. Здравствуйте. Осадка все больше, температура все выше. О глобальном потеплении в Арктике сегодня шла речь на экспертном совете, который в эти дни проходит в Наринмаре. Главная тема семинара – сценарий развития северных регионов России. В числе участников – научные сотрудники, профессора, а также представители ведущих вузов России, Норвегии и даже США. Каждый приехал со своим докладом. Некоторые посвящены не только изменению климата. Что нужно сделать, чтобы жизнь за полярным кругом стала комфортнее? Как сохранить уникальную природу Севера? И стоит ли опасаться глобального потепления? Эти темы стали центральным и в первый день работы экспертного семинара. Подобный совет в нашем регионе проходит впервые. Организаторами выступают Государственный гидрометеорологический университет и Университет Северной Айувы, что в Соединенных Штатах Америки. Обращаясь к участникам дискуссии, ректор российского вуза Валерий Михеев отметил, Наринмар местом проведения масштабного семинара выбрали не случайно. Обсуждать развитие Арктики нужно не в Москве или Петербурге, а непосредственно за полярным кругом. Здесь лучше знают о проблемах, которые волнуют местных жителей. Чтобы воочию познакомиться с особенностью жизни в Арктике, в Наринмар приехали порядка 20 экспертов из разных стран. Это молодые ученые, профессора, представители высших учебных заведений, даже студенты. Не остался в стороне и Ненецкий округ. Наш субъект на совете представляет в том числе вице-президент Российской ассоциации коренных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Юрий Хатанзейский. В своем выступлении он отметил, бескрайний север особая территория. Эта суровая земля подходит далеко не всем, поэтому те, кто здесь родился и живет, должны чувствовать себя защищенными, в первую очередь со стороны государства. Начинаешь работать в этом направлении, понимаешь, насколько серьезно эти вопросы, которые на сегодняшний день выносятся на обсуждение. Мы, коренные народы, мы проживаем, проживали и будем проживать на этой территории. Мы научились не только выживать, но мы научились и здесь жить. И нас очень сегодня волнуют те вопросы, все эти проблемы, которые возникают в сегодняшний день, потому что цель полностью будет держаться уже на желании наших поколений в будущем. После вступительного слова пленарное заседание. Первая тема – прогнозируемое изменение климата и состояние вечной мерзлоты в Арктике. Этот вопрос сейчас как никогда актуален для Ненецкого округа. Непредсказуемая северная погода продолжает играть на нервах граждан. То мороз, то снова оттепель. И это в ноябре. Профессор Американского университета Джорджа Вашингтона Николай Шекламанов уверен, всему виной глобальное потепление в Арктике. И хотя за последние 60 лет средняя температура воздуха повысилась незначительно, последствия уже ощутимы. Дальше больше. С каждым годом климат на Крайнем Севере будет становиться все мягче. Естественный вопрос возникает, что же нам ожидать и когда мы наконец увидим Арктику безо льда. Здесь прогнозы разнятся. Согласно самым агрессивным прогнозам мы можем увидеть первый год, когда хотя бы неделю в Арктике вообще нет льда. Где-то к середине 30-х годов. Но в основном все склоняются к тому, что это будет достигнуто где-то в районе 50-60-х годов 21 века. Я хочу отметить, что это не значит, что в Арктике не будет льда. В Арктике лед будет очень долго. Это просто мы будем видеть иногда годы, вернее даже не годы, а недели, наверное, в конце сентября, когда Арктика очистится от льда. Все остальное время ледовый покров все-таки в Арктике сохранится. Впрочем, бить тревогу, конечно же, не стоит. Процесс глобального потепления протекает крайне медленно. И сейчас человечеству точно ничего не угрожает. Следующая тема, которую обсудили участники экспертного семинара – перспективы экономического развития Арктической зоны Российской Федерации. С докладом выступили сотрудники Московского государственного университета имени Ломоносова. Так доктор географических наук Александр Пилясов заявил, пока в Арктике реализуют так называемые мегапроекты – это строительство новых месторождений и все прочее в глубинках – не могут решить банальные проблемы. Профессор уверен, в развитии Арктики нужен комплексный подход. То есть правительство должно уделять внимание не только крупным проектам. «Очевидно, что здесь в последние десятилетия доминировал, конечно, взгляд федерального регулировщика. Пример зарубежных стран показывает, что все наоборот, и локальное измерение имеет огромное значение. То есть вот это сочетание глобального и локального взгляда сверху и взгляда снизу, и какое оно должно быть оптимальное на перспективу десятилетий – вот эта тема, это серьезный вопрос». Того же мнения придерживается и Надежда Замятина. Ведущий научный сотрудник МГУ в своем докладе отметила – если не решать насущие проблемы на местах, речи о развитии Арктики в целом идти не может. Яркий пример – полузаброшенные города с заполярным кругом, которые когда-то считались перспективными. «По сути, если бы Нарьинмар не было столицы, он был бы очень трагическим монопрофильным городом, потерявшим образующие предприятия, и только статус столицы спасает Нарьинмара с судьбы его собрата города Игарки, который тоже рос как лесоэкспортный город из потери точно такого же параллели очень много лесоэкспортного предприятия, из цветущего города и по сути такой витрины советской Арктики, про которую пили песни, писали книги и так далее, превратился в очень печальное зрелище с несколько раз сокращением населения». Максимально откровенно и конструктивно – таков принцип дискуссии семинара, ведь задача участников – обозначить главные проблемы северных территорий, а в дальнейшем разработать сценарии развития арктических регионов. Их озвучат 7 ноября. Завтра – последний день работы деловой части экспертного семинара. Олег Хатанзейский, Антон Водряков, Телеканал «Север». ГИМС объявила о месячнике безопасности на водных объектах. До конца ноября инспекторы будут патрулировать береговую линию, проводить разъяснительную работу с гражданами об опасности передвижения по льду в период ледостава, читать лекции в школах и на предприятиях округа. Также будут организованы совместные рейды с полицией. Территориальное патрулирование проходит на водных объектах Наринмара и поселка Искателей. В этом году формирование льда на водных объектах началось 27 октября. По оценкам ГИМС, ледостав задерживается. Ожидается, что первую ледовую переправу откроют в регионе в третьей декаде декабря. В прошлом году на территории округа работало 18 переправ. В инспекции напомнили, что для безопасного выхода одного человека на лед его толщина должна быть не менее 10 сантиметров. Для группы из 4 и 5 человек – не менее 15 сантиметров. При массовом выходе на лед – не менее 25 сантиметров. Более 55 миллионов рублей планируется выделить в 2019 году на 1% ипотеку в Ненецком округе. Данная информация была озвучена в ходе публичных слушаний по проекту бюджета Ненецкого округа на ближайшую трехлетку. В 2018 году на реализацию программы ипотеки в 1% было предусмотрено финансирование в размере 20,8 миллионов рублей. В 2019 году планируется продолжить реализацию программы 1% ипотеки, в рамках которой граждане могут приобрести квартиры как на первичном, так и на вторичном рынке жилья с применением пониженной процентной ставки. Требуемый объем финансирования в соответствии с заявкой банка – 55,7 миллионов рублей – отражен в проекте бюджета. Всего у нас выдано за период действия закона 175 жилищных кредитов, а в текущем году – 123, но он еще не закончился. Очень большой рост идет именно в этом году, поэтому видите, что мы поддержку увеличиваем более чем в два раза. Следующий год по факту полученных кредитов. Как рассказали в Московском индустриальном банке, который занимается предоставлением льготного кредита под 1% на приобретение жилья в Нинецком округе по соглашению с администрацией, на данный момент порядка 80 заявок находятся в работе. Также в банке подчеркнули, что в октябре текущего года был выдан первый кредит на ипотеку в 1% при помощи материнского капитала в качестве первоначального взноса. В Нинецком округе обновят градостроительную документацию населенных пунктов. Исполнителю которой определится 26 ноября по итогам электронного аукциона предстоит провести научно-исследовательские работы и подготовить предложения и рекомендации по нормативно-правовому обеспечению и совершенствованию градостроительства в муниципалитетах. По информации Департамента строительства, данная работа проводится с целью приведения градостроительной документации в соответствии с действующим законодательством. Так, Пустозерский, Андикский, Колгуевский, Коткинский сельсоветы и Заполярный район получат проекты генеральных планов, а на Ринмар – пакет изменений в генеральный план. Дополнительно для муниципалитетов округа разработают проекты правил землепользования и застройки, а для Заполярного района – схему территориального планирования. Также исполнитель проведет комплекс инженерных изысканий и аэрофотосъемки застроенных частей муниципальных образований. Для каждого муниципального образования Неницкого округа разработают стратегии социально-экономического развития, а также программы комплексного развития транспортной и социальной коммунальной инфраструктуры для округа в целом. Вдобавок, исполнитель должен подготовить документацию по планировке территории и сведения о границах территориальных зон. Теоретически, основа антикризисного управления – эффективные переговоры и налоговая оптимизация. В столице региона состоится масштабный форум для действующих предпринимателей «Создавай будущее». Он стартует 12 ноября и завершится лишь 17 числа. Пройти бесплатные курсы смогут абсолютно все ИП. По словам организатора мероприятия, Центра развития бизнеса, программа форума будет как никогда обширной и разнообразной. В числе тем – управление персоналом, стандарты сервиса в сфере продаж и услуг, продвижение компаний в социальных сетях и интернете. В качестве наставников выступят 8 известных бизнес-тренеров. В частности, это Барри Алибасов, сын продюсера группы «Нана», он же директор фонда софинансирования конкурентных стратегий. Неделя начнется с пленарного заседания в понедельник, где выступит корпорация МСП, деловая среда, представители органов власти. И дальше начнется плодотворная работа. Работа продолжаться будет с понедельника по субботу, с двух часов до вечера. Предприниматель может выбрать для себя более интересную площадку. То есть не говорится о том, что предприниматель, зарегистрирующийся, обязан ходить с понедельника по субботу. То есть каждый день у нас будет абсолютно новая тема. И предприниматель сам может выбрать, какая тема ему больше интересна. Чтобы стать участником бизнес-форума «Создавай будущее», действующим предпринимателям необходимо заранее пройти процедуру регистрации. Сделать это можно непосредственно в Центре развития бизнеса, либо же обратившись в многофункциональный центр. Добавлю, лекции и мастер-классы в рамках обучающего семинара будут проходить во Дворце культуры Арктика. Большой этнографический диктант в Ненецком округе написали более 500 человек. В среднем, по словам организаторов, они набрали 57 баллов. Во всероссийской акции в Ненецком округе приняли участие 227 мужчин и 304 женщины. Средний возраст участника 36 лет, самому старшему 85 лет, самому молодому 7 лет. В округе диктант можно было написать на одной из 13 площадок, 7 из которых находились в Наринмаре, и по одной в поселках Искателей, Красная, Каратайка и Харутя, в селах Коткино и Оксино. Одна из основных целей диктанта – оценить уровень этнографической грамотности населения, знания о народах, проживающих в России. Ну, наверное, такой диктант нужен, потому что этнография – это все-таки такая наука, которая разносторонняя, которая изучает историю народа, изучает культуру, литературу, обычаи, традиции наши. Поэтому, наверное, каждый человек, который здесь проживает, должен это знать. Ну, а самая главная цель, конечно, диктанта – это чтобы люди после вот этой просветительской акции, ну, появился интерес у них такой, изучать эту всю историю, литературу нашу региональную, ну, и не только региональную, конечно, и российскую. Правильные ответы на задания и разбор типичных ошибок будут опубликованы на сайте Большого этнографического диктанта 10 ноября. Индивидуальные результаты можно будет узнать 12 декабря. День народного единства в Наринмаре отметили праздничным концертом «Душой и сердцем мы едины». В этот день со сцены Дворца культуры Арктика звучали поздравления на различных языках мира от представителей народов и национальностей, проживающих в Ненецком округе. Всего их насчитывается свыше 70. Самые многочисленные из них – русские, ненцы, коми, украинцы, белорусы, татары и азербайджанцы. Единая Россия – великая страна Великая страна является домом для представителей свыше 190 национальностей. 75 из них представлены на территории нашего региона. У нас на территории региона действуют объединения, национальные объединения, некоммерческие организации. Я очень много, очень сильно им благодарен. В этом году нас стало немного больше, у нас появилось еще дополнительно два объединения. Это объединения, которые будут представлять нам культуру русских и чуваший. Это замечательно, потому что любые проблемы, любые недопонимания возникают там, где мы просто мало друг друга знаем. И эти люди, которые каждый день своей работой, своим трудом, своими проектами рассказывают нам о культуре, о жизни разных национальностей, на самом деле делают нас ближе, помогают нам понимать друг друга. Я всех искренне поздравляю с этим праздником. Праздник действительно очень важный и очень такой ментально отвечающий нашему русскому духу. Представители землячества и народов, проживающих в регионе, в национальных костюмах вышли на сцену, чтобы поприветствовать гостей праздничного вечера на государственном и родных языках. В этот день хочется пожелать силы духа, единства наций, свободы, независимости и уверенности в завтрашнем дне. И особенно хочется пожелать, чтобы над нами всегда было мирное небо, и никто и никогда не видел больше войны. ГОВОРИТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ 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 семейных традиций. Среди односельчан пользуются заслуженным уважением и авторитетом. И сегодня вам, Владимир Федосеевич и Светлана Ивановна, вручается высокая награда указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Медаль ордена «Родительская слава» за заслуги укрепления скульптуры семьи и воспитания детей. Продолжение следует... Продолжение следует...